Ух, сейчас будет интересная Хонда Ну вы, из Кутвери, да? Интересно? Да Здорово Мне очень понравился этот подход Ну это хорошо Значит правильным делом занимаемся Так, вот это, да? И все остальное у нас Кроме одного крыла Все очень круто Это у нас 2014 год, да? Это дори стайловая Сейчас, подожди Это четверка, но дори стайловая Да, дори стайлинговая Да, дори стайлинговая Они стайловые Так, и пробег у нас тут 86, еще минус вот на лобовом Так, и крыло у нас крашено Правое Правое Огонь, огонь Ой, наоборот И второй комплект колес Я так понимаю, нам в подарок Длинные колеса, да, они без дисков Состояние? Они в расстоянии поездки Они также 2014 года Но, чтобы еще есть То есть на пару зим Нашим инструментом не должно хватить Резина и та, и та У нас получается Это 13-й Ну, соответственно, это родные колеса И зима, и лето И зима, и лето Ну, слушай Да-да-да, конечно, конечно Слушай, огонь Ну, так-то по-честному Так, а вы уже смотрели с Михаилом автомобиль? Ну, а я вчера приезжал И тотально его досматривал Так, у меня тогда вопрос такой Смотри, за сколько в итоге у нас получается Этот автомобиль? Забираем, за сколько? За миллион двести Миллион двести Это 14-й год Это дори стайл Это у нас автомат 2.4 Двигатель на 190 сил Да, полный привод Подключаем я сзади Да Я понял Почему именно этот автомобиль Был выбран вообще вот для поиска? Ну, потому что У нас большая семья Нужен большой семейный автомобиль Который бы отвечал качествам Мы его берем не на один, не на два года Так Ездит на меня достаточно Двое время Качество Нравится дизайн Комплектация в принципе И самое главное Это качество Качественный автомобиль А что как альтернатива Например, думали о чем-то? Да, Toyota RAV4 RAV4 А CX5 Mazda, например? Mazda не очень нравилась Потому что я хотел именно автомобиль Который будет с большим багажником В Mazda Ну, это да Это немножко другое Согласен И в итоге RAV4 или Honda CR-V Да Но когда выбирали Между Хондой и RAV4 Все-таки Так как RAV4 У нас Находится в топе Угоняемости Вот А в принципе CR-V Она Так скажем И не такая частая машина В городе Как RAV4 Поэтому все-таки Выбрали RAV4 Он стал такой Более попсовый Более попсовый А это она все-таки Ну, согласен Тем более, что Блин Не могу сказать, что выбор Не лучший Наверное, лучший Потому что Двигатель 2.4 Он безумно простой Надежный Нормальный атмосферник В паре с нормальным Гидротрансформатором Это действительно то, что нужно Сейчас ведь в этом В этом ценовом сегменте Очень мало Как сказать Ну, паркетников Да, кроссоверов Там, внедорожников С действительно надежными Агрегатами Взять VAG Уже не то Из японцев Кто предложил Ну, вот Mazda CX-5 Двухлитровый двигатель Ну, и то У них же есть там Свои заморочки Скажем так Действительно С атмосферником Они же есть еще В комплектации 2 литра 150 лошадиных сил Но Там динамика не та После 60 Эти машины не едут Поэтому именно 24 190 Ну, я говорю, что Наверное, это прям Идеальный вариант Действительно Это надежный Японский автомобиль Второе Вот, что реально удивило Пробег 86 тысяч Ну, в машине Четыре года Да, грубо Конец Декабрь Ну, там Четыре года Ладно Салон в идеальном состоянии По крайней мере Это я еще сейчас покажу Я хочу еще сейчас Обязательно заснять Я люблю, когда вот машина В нее приятно садится Многие говорят, что Автомобиль с пробегом Что, ну, это уже не то Он уже не новый Да, неправда Если вот такую машину Есть ли сейчас Что там пылесос Влажную оборку Сделать В принципе Садишься Как новый автомобиль Так, ну что Пробежимся Немножко по состоянию Тут действительно Все круто 86 тысяч пробега Значит, у нас Старого красного крыла Я прям хочу Тогда сейчас посмотреть Серег, можно, пожалуйста Тебе нужен еще? Нет, сейчас На секунду То есть у нас Весь кузов Бьется сколько? 100 105 Так, крыло у нас Прочитается равномерно На 20 Ну, это в пределах Даже завода, по-моему Вот здесь вот Если посмотреть Мусоринка есть Небольшая Держи Что его дает Ну и внутренний окрас Вот здесь Если сравнивать То правое крыло Изнутри окрашено в цвет Именно это и натолкнуло На мусор, что оно Заменялось А левое? Я вижу Все вижу Так, видно Что там цвет покрашен Ну, видно, да Видно Но вот эта вся Сморю, силовая конструкция Все как должно быть Точно, сварка на месте Да Силовая конструкция Вся здесь Не люблю Когда меняли крылья Или крашены Но нет Здесь все хорошо Согласен Ладно Посветить Да, я вижу Что меняли крыло Хорошо Но я так понимаю Что это и вмятинка Это все Да Огонь Я хочу отметить Что это 27-е, 12-е, 14-го года То есть Конец 14-го года И она 15-го Так, покажем, пожалуйста Кто именно Так, это у нас А он везде Во второальфе, да? Все обслуживаем Да Ну вот последний 66-525 Но одно дело Видеть печати А другое дело Кодилер скажет Да, действительно Эта машина была у нас Давай позвоним туда Здравствуйте Меня зовут Сергей Я в отдел сервиса Бабал, правильно? А вас как зовут? Виолетта Красивое имя Виолетта Наверное, сейчас только вы Мне можете помочь Ну, передо мной автомобиль И сервисная книжка С отметками, я так понимаю Вашего сервиса Вы можете просто подтвердить Что тут действительно Он у вас обслуживался? Ага И то есть получается Если у вас Вы, грубо говоря Теперь другой представитель И ту базу вам не передали То история умалчивает Куда Ну, все Больше не найти Уже концов А я правильно понимаю У вас на это имя Есть у человека Хюндай А вы сейчас Представительство Хюндай Все, ладно Все, тогда не буду Вас больше мучить Спасибо большое Да, спасибо вам огромное Всего доброго Все, так как Хунда уходит С рынка Никакой истории У них уже не проверить Да То есть сервисное обслуживание Осталось Но все У них истории Базы нет Но я хочу сказать Что вы же есть Ну, я подтвердить Именно сервис По печати не могу На этом человеке Числиться Хюндай АХ35 Я так понимаю Что он новый Просто купил Это он дал сюда Скорее всего По крылу Я думал Что не пьете А оказывается Он сюда Видимо продал Эту машину Наверное цену больше всего Предложили Купился и Хюндай Так Ну что ж Вот действительно Очень многие говорят Что вот Не новый автомобиль Он не новый И многие боятся Пробегов Там все хотят Там до 50 тысяч 86 тысяч пробега И я вам скажу Блин Никаких затертостей Вот не на Как многие говорят Что да там же будет Что-то затерто Вот на коробку Все смотрят Да нету здесь В принципе Никаких следов Эксплуатации Можно было поставить 20 тысяч пробега И продавать Заменено головное устройство Так На неоригинальном Андроиде Да Здесь есть и Navitel И CityGit И Яндекс Навигация Оно ловит Wi-Fi Оно подключается К штатному Климат-контролю Здесь USB Аукс Аукс Розетка Есть Вот здесь у нас Ответ Голосовое управление Соответственно Круиз Мультируль Да Очечник Очечник Нет Тут есть вещь намного Круче чем очечник Да Он в двух положения Прегулируется Для задних пассажиров Зеркало Блин Вот мне этой штуки Не хватает Конечно Так Повторюсь Два комплекта колес Соответственно Оба комплекта родные Это именно от этого автомобиля На зиме у нас 14-й год На лете у нас 13-й год Это стоит у нас 18-е Износ Ну остаток протектора Небольшой Процентов Наверное 20-30 По зиме Судя по глубине протектора Сергей говорит Шипы еще есть Я разматывать не буду Но судя по глубине протектора Здесь побольше остаток Процентов Наверное все-таки 60 Двигатель Действительно Это атмосферник 2,4 на 190 сил Да На 152-х литрового Все-таки Хонди не хватает Ну Есть такое Да Так А катались Вообще На двухлитровом Очень много У меня Знакомых Которые ездят На таких Агрегатах И реально Говорят Что до 60 Нормально После 60 Уже Все заканчивается Поэтому Из рекомендаций Брать 2,4 190 Действительно Никаких проблем По этим моторам Как шутят В интернет-сообществе Что если там Где-то уходит масло Если он где-то Когда-то будет подтекать Хоть воду заливай Как бы И он все равно Будет ехать Никаких Каких-то болезщик У этих моторов Нету Так Ну расскажи Что ты делаешь Я закончил Заполнять Лист итоговой диагностики Осталось нам Вписать Пробег на одометре Посмотреть его точный Чтоб ни на километр Никого не обмануть Я понял Все остальное Вы уже по итогам диагностики А можно мы Перенесем покупку На послезавтра Потому что Завтра я не работаю Просят Серьезно? Да Не, на самом деле В Максимум Рольфе Те, с которыми мы общаемся Им по барабану Выходной-выходной Они приезжают И все проводят Это нормально Я считаю Но В Инфинити Видимо Очень понтовые менеджеры Они могут позволить Выходной отдыхать Да И вам вчера Такое интересное Это самое Пожалуйста Делайте, что хотите Мы там Всегда очень Болезненный вопрос Когда резинки снимаешь Подушки посмотреть Ага Тут да, да, да Пожалуйста Все это Поехали сюда Я говорю На бордюр заеду Да заезжайте Ну то есть Не сильно нормальный Попался Так вот Но понимаешь Что машину покупают А тут как бы Что хочется То и надо Посмотреть А как звали? А? Как звали? Вадим Вадим? Вадим Потому что мы Хотим передать Привет Вадиму Да, Вадим Привет А, у вас очень Приятный парфюм Кстати Я вам вчера Об этом сказал Значит я рекомендую Кто обращается За автомобилями С пробегом В Инфинити На Дунайском Обращайтесь К Вадиму С приятным парфюмом Вы узнаете его По парфюму Сергей Это самое огромное Спасибо За нашу контору Вот И честно Я если Когда-нибудь Буду Подбирать автомобиль Я к вам еще раз Обращусь И кстати Для всех Реально рекомендую Клинвикары Ребята молодцы Вот Обращайтесь Помогут Я не просил этого Говорить Кстати Нет Нет У нас получается Здесь Так Подушки Все Со шторками Задние пассажиры Передние пассажиры Блин Состояние Правда Вот как я люблю Вот это состояние Как я люблю Даже Это самое Все Царапины Обычно же Как здесь Ну Есть Обычно Какие-то Вот что-то Есть Даже этого Нету Для Четырехлетней машины Даже Все Друзья Очередной Подбор Закрыт Действительно Классный Автомобиль Я очень рад Что как всегда Удалось Урвать Хороший вариант Звук шел Картинки Не было Периодически Такие вещи Происходят Рад Что нашли Действительно Классный вариант Рад Что мы Первые Среагировали Урвали его Оригинальное Место Для наклейки Классная Комплектация Хорошо Что Предыщий Владелец Установил И интересную Магнитолу И Парктроники Потому что Парктроников Вы знаете Что их Действительно Никогда Штатно Не было Извините За этот ряд С фотографиями Потому что Камера Выключается И я уже Не знаю Что с ней делать Придется Все таки Менять Состояние Просто шикарное Ну а вы Дальше Следите за нашей Работой Подписывайтесь Ставьте лайки И смотрите Какие автомобили Мы находим Для наших клиентов Будут вопросы Задавайте Обращайтесь Спасибо Всем пока Почему Все Отверстия Квадратные И почему В Хонде Оказался Круглый Пепель Оказался Круглый Пепель Потому что У жены Есть Хотя Это Хондовский Ну так Вот почему Вот тут Все Квадратно А он Круглый Он не дает Закрыться Этому Ящичку Поэтому Из рекомендации Крать 2490 Можете Так и сказать Слышали Овощи Извините Ничего Личного Да Да Ой Тут все Дорого Богато Тут машинки Наверное Протирают Прям Каждые Пять Минут Скорее Всего А можешь Еще раз Повторить Вот этот Вопрос Таким Тоном Который Ты Задаешь Клиентам Всем Ну Перед Каждым Походом В кассу Я стараюсь У клиентов Спрашивать Обдуманное Решение Готовы Леонид Сделать Сейчас Ты Это Мягко Спросил А вот Там Я Немножко Занер Немножко Не Непремиальный Воздух Видел Воротил В чем Дальница В инфинити Заходишь Вывочки Встают Сразу У тебя Провожают Ты сюда Заходишь Посмотри на них Воротилю Ты знаешь Сегодня Васька Что-то Не пошел Со мной В кино Не знаю Вкинуть Ваш Там